очередное место раскопок так называемый тель сахар здесь был город третьем веке до нашей эры процветающий был город шестьдесят девятом году вот там вот провели раскопки а потом проложили через него железную дорогу а теперь решили а теперь решили продолжить эти раскопки сегодня первый день вот такая огромная толпа народу ставят сначала навесы от солнца море буквально в 100 метрах но тут идет железная дорога которая ограждена решеткой и до моря пока не дайте банановые плантации и совсем недалеко хайфа вон там здание торчит университета так что вот этот весь холм за месяц нужно вот этой вот всей толпой скопать хайфа гора кармель деревня художников а тут мы копаем вот такое что-то очень древние с костями вот тут опять же был вес и скоро его не будет наверняка тут будет много интересного тоже даже прям вот так вот смотришь уже вот всякая керамика вот валяется прям прям на земле и копать не надо так что ждет нас наверно много интересного два дня мы были в перестрелке вот чего за два дня мы накопали здесь тоже была сплошная земля вот эти две квадратных ямки оставили на сладкое завтра будем ископать вот два ведра мы накопали это вчера но это сегодня такая штука интересная остаток амфор огромный вот это вот куски одной какой-то вазы большой разбиты вот сейчас покажу еще несколько участков покинутых все уже ушли я немножко задержался у нас самый интересный раскоп а тут просто пока ищут городские стены а вот там за железной дорогой где желтые цветочки там место раскопок 69 года и там раскопали огромный город третьего века до нашей эры вот если присмотреться там вот за железной дорогой прямо стены видны и железную дорогу проложили прямо через этот холм что конечно очень странно вид отсюда потрясающий совершенно а вон дядька лежит за гора садочек такой перед домом у людей какое дерево интересно вот так вот люди тут очень улюдно живут в кибуцах сейчас продемонстрирую загадку природы вот что случилось с гусеницами после дождя я не знаю что это это яйца у нее что ли или что я не понимаю странно штуки защищают от солнца но не от дождя вот так это место выглядит после трех дней раскопок вот задолбался я вот с этими корнями воевать просто ужас раскопали вот такой вот мангал третьего века до нашей эры сегодня иран выпустил по израилю 200 баллистических ракет почти все сбили но парочка пролетела ночью сегодня очень хорошо бахнула где-то ну что начинается третья мировая херня война главное маневры мы продолжаем раскопки вот если вы помните если вы помните вот здесь вот мы начинали копать а вот что произошло после дождей вот эту вот ямку я раскапывал прям купаться можно что это интернет что я сняли сняли f оба какая красота Конец рабочего дня. Вот там вот наш раскоп, а вот здесь вот проход, туннель под железнодорожную насыпь к морю. Нам, правда, запрещено отходить от раскопок в целях колючих кустов, змей и прочей напасти. Но я попробую. Проезд для машин запрещен. Брошенный велосипед. Может, украденный, видимо, у кого-то. Идем под железной дорогой. Ай, грязно. Ну, вон сколько следов. Люди тут ходят. Под железной дорогой прошли. Теперь осталось еще пройти под автомобиль. О, а тут не пройдешь. Тут разлив. А, может быть, можно через трассу по верху перейти. А, тут вот как проложены мосточки. Отлично. Довольно хлипкие мосточки. Можно навернуться. Так, тут все еще не море. Русло реки. Круто. Похоже на Курскую косу. Во какие дюны. Ничего себе. Вот это да. Но купаться еще рано. Холодно. Сегодня 20 какое-то марта. Но если чуть-чуть потеплеет. Можно будет в обед ходить купаться. Вот мои следы. Задом наоборот. Долбок сай. Си трейл. Израил Си трейл. И такая еще, оказывается, есть. Желтоблокитная. И вот это какой-то тоже маршрут. Галим Бич Си Тарт. А! Блин, это знаете что? Это пляж, на котором черепахи яйца откладывают. Карета-карета. А вот это замок Атлит. Замок пилигримов. Святую землю. И крестоносца. Но туда не пускают, потому что там стоит военная часть. А вот там, на берегу и на горе, это хайфа. Море! Как только ваши матушки отпустили вас в море! И это вы-то! Джентльмены удачи! Ладно, путь разведан. Путь разведан. Как только потеплеет, будем на обед ходить купаться. И загорать. А вон наш бульдозер видно. Вот где-то там, вон, желтенький. Вот в эту вот лужу можно было бы залезть. Здесь, наверное, вода прогрелась. Но ветер холодный. И грязновастенькая, конечно, у них тут. Вода чистенькая и тепленькая наверняка. Вода чистенькая и тепленькая наверняка. А потому что круглая земля... Ла-ла-ла-ла 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 Субтитры создавал DimaTorzok